Приветствую вас, Ольга, вы знаете, вот хотелось бы, конечно, как-то уточнить у вас, какого совета вы хотите, то есть совет какого плана, совет с кем вам быть или что? Какой совет, по поводу чего совет вы хотите? Это первое. Второе. Ну, психологи не дают совет, это совершенно очевидно, и тут я могу вам просто сказать, что вы немножко не по образу обратились, спрашивая совет. То есть, если психолог начнет давать совет, да, то чем она отличается от тех же друзей, тех же родных людей и прочих, да. Потому что психолог это специалист, профессионал, и давать советы не профессионально по многим причинам. Следующий момент, который я хотел бы вам раскрыть, это момент, связанный с, собственно, общей картиной происходящего. Ваша история с двумя молодыми людьми выглядит так, что от них обоих вы для себя что-то получаете. В этом случае ситуация выглядит так, как будто вы опираетесь на два костыля. Один, оба костыля, это молодые люди. И без этого вы не можете. Вот вы говорите, что я не хочу терять обоих людей. Именно терять. Но если вы не хотите кого-то терять, это означает, что для вас эти люди представляют ценность. Но ценность в контексте потребностей, а не в контексте того, что вы этих людей цените и хотите сделать счастливыми кого-то из них. Поэтому необходимо разобраться, какое значение для вас имеют эти люди. И ни секс, ни эмоциональная близость, точнее потребность в эмоциональной близости вашей, не является полноценным основанием для выстраивания отношений. Вы ставите вопрос выбора. На самом деле, выбора нет. Ни тот, ни другой человек не сделает вас счастливым. Счастливый. Еще раз, разобраться в себе, разобраться в потребностях, разобраться в как вы в этой ситуации оказались. То есть, ну, я уверен, что не одновременно вы начинали встречаться с двумя мужчинами, с обоими мужчинами. Вот. И, соответственно, вот, О значение, точнее, В значение молодых людей разобраться. Ну, в процессе работы вы, скорее всего, придете к тому, что ни один молодой человек вас не устраивает. Потому что все это завязано на потребностях. Либо вы выберете сами того мужчину, которого вам хочется делать счастливо. Да? Опять же. Вот. Вот и все в принципе. То есть, ситуация, которую вы описываете, свидетельствует о том, что вы не целостный. Оставшись целостной, вы измените свое восприятие себя и восприятие мужчин. И ни один из них вам уже не пройдет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация не решится самым лучшим образом. Оля. Оля. Субтитры делал DimaTorzok